Игра в полицейских. Ежегодный районный слет юных друзей полиции состоялся в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» на Чкаловской в Щелкове. Мероприятие, продолжавшееся весь день, было организовано и проводилось сотрудниками центра при поддержке комитета по образованию администрации Щелковского района. На мероприятие приехали дети в возрасте от 11 до 16 лет, практически из всех средних учебных заведений района. Сегодня у нас 37 отрядов из 33 школ района. Мы с детьми встречаемся постоянно. И эту работу мы не прекращаем и в летнее время в нашем лагере «Лесная сказка» мы также уделяем очень много внимания патриотическому и военно-патриотическому воспитанию детей. Слет юных друзей полиции – мероприятие масштабное. Команды, сформированные для занятий и конкурсов, именуют себя почти что по-военному отрядами. В каждом из них по 12 человек и названия отрядов говорят сами за себя. Дружина, школьный дозор, молния, закон и порядок, городовой, защитники справедливости. От нескольких школ было выставлено даже не по одной команде, а по две и даже три. Школьники участвовали в конкурсной программе, где им предлагали проявить себя в знании правил дорожного движения, проявить пусть и в адаптированном для детей виде юридические знания, показать свои умения в сборке-разборке автомата Калашникова, умение оказывать медицинскую помощь, а также посостязаться в силе, ловкости и точности. Сначала вообще тяжело, сейчас было на отжимании более-менее слабенькое, а так вроде у нас прохождение пока идет нормально. Нам понравилось получать новые впечатления, новые знания, новый опыт, для нас это как бы ну хорошо. Детям здесь разъясняли и достаточно важные вещи, например то, что и для них, то есть и для детей тоже существует юридическая и правовая ответственность. Есть так понятие административная ответственность, помимо уголовной, и подростков это тоже касается. К сожалению, не все дети об этом знают и зачастую, скажем, законные статьи нарушают. А это помогает им повышать свою культуру, уровень знаний и не совершать эти ошибки. Это действительно игра, в которой каждый может проявить себя и показать и правовые знания, и конкурсы здесь, и на ловкость, и разборка, сборка автоматов, строевая подготовка. То есть действительно то, с чем сталкивается каждый сотрудник своей повседневной деятельности. По итогам смотра были названы победители. Из старших школьников победил отряд «Максимум» из Щелковской школы номер 2. А у младших первое место разделили отряд «Школьный патруль» из Щелковской школы номер 6 и отряд «Стремительный» из Щелковской школы номер 11. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»